Так, у меня сегодня опять салоха. Люблю я. Вот новая кофта. Так, дубль 2. Всем привет, всем здравствуйте. У меня сегодня снова образ с салохой. Вот, теперь мои волосы стали короче. Ну, вот такая вот яркая кофточка, которая тут и с маргаритками, и с сердцами. Я заказывала её на Wildberries, так же, как и кофту, футболку предыдущую с ромашками. Люблю её носить. Люблю носить футболки с водолазками, с такими вот кофточками тонкими. Вот эта кофточка такая зефирная, такая розовая, вот, приглушённая, такой вот пудровый цвет у неё. Это кофточка от Тиранова. Это Владимир подарил, вот, показывала только что, буквально час-два тому назад, показывала спортивные костюмы от Тиранова. Это спортивный костюм Володя вчера купил, Мирычу. Вот. Быстро хотела показать кое-что из пустыльбаночек, что закончилось. Вот. Потому что... Потому что убегаю дальше по делам. В общем, Сайдо вот такой вот с манго. Этот гель для душа, он очень-очень классный. Ой, блин. Он очень-очень классный. Вот. Очень пахнет манго. Вот прям манго. Не люблю, когда пишут, вот, например, гель для душа с манго, а пахнет он совершенно не манго. И там даже намёка практически никакого нет на этот манго. Вот. Дальше что? Закончилось у нас. Белизна, гель. Ну, ничего не могу сказать. Ну, белизна и белизна. Вот. А вот этот вот... Вообще мне эта фирма нравится. Сейдо. У меня от них тоники, по-моему, с котиками. Это, по-моему, их же фирма. Вот. Сейчас позаканчивались. Я их беру в фикс-прайсе. Сейчас позаканчивались. И я на костылях как бы, ну, не шибко там хочется бегать. Вот. Вот эта водолазочка мне так нравится, блин. Фа. Вот такой вот. Так унисмер приключений. Шампунь. Он детский, но он, блин, клёвый. Аромат бурного океана. Вот. Детский гель для душа, шампунь для тела и волос. Он прям вот клёвый. Вот такая вот у нас пена закончилась. Мус-пена. Для детских забав, купания в ванной, мытья рук. Розового цвета такого. Нежного. Очень прикольная пена. Она как бы типа для и для мытья, и для забав. Но Дамир просто игрался ей. Вот. Он её просто выдавливал вот себе, когда купался на, ну, в ванной и делал всякие там фигурки. Так. А теперь надо попытаться встать. Потому что я, если без костыля, ношу своё тело на одной ноге, у меня уже правая нога скоро накачается. Вот. На левой, я уже говорила, либо я на двух костылях. Если на улице гололёд, я всегда на двух костылях. Если я нахожусь в помещении, то либо на двух, либо на одном костыле. Если я нахожусь дома, то либо вообще без костылей. Очень сильно прихрамывая. Либо на одном костыле. Это где-то уже к обеду нога распухает и устает сильно. Либо на двух костылях. Очень душно ванной. Либо на двух костылях. Вот. Уже чуть дальше, чуть позже туда, потому что совсем болеть начинает нога. Вот. Сегодня с утра вообще не могла встать. Вообще-вообще. У меня очень устала правая нога, потому что у меня там перелом неровно сросся. И она просто устала, моя-то нога, таскать всё моё тело на себе. И левая нога тоже вообще не ходила. Вот. Но хирург мне сказал, что нужно ходить на двух костылях. Не бояться. И ходить на двух костылях. Вот. Но мне очень хочется ходить. Мне очень хочется разрабатывать ногу. И побыстрее наконец-то начать вот ходить. Что такое? Что такое? Вот. Вот такие пироги. Показала 4 тюбика буквально. Там у меня огромное количество пустых банок на самом деле. И совсем скоро нас ждёт, наверное, трёхчасовой ролик. С пустыми банками. Вот. По поводу ярких каких-то образов. Мне, если честно, просто нравится. Я люблю ярко как-то выглядеть. Потому что одно дело, когда у тебя какая-то такая вот серая жизнь. Да? Когда... Когда... Я не знаю, как... Нет. Не так. Одно дело, когда ты одеваешься обычно как-то приглушённо повседневно. Но у тебя есть какие-то выходы. Куда-то ты ездишь. В бар, в клуб. На дискотеке там какие-то. На вечеринке. В гости. Свадьбы. Там кино, театр. Ещё куда-то. А когда ты в основном находишься дома. Особенно сейчас на костылях. Вот. То, конечно, хочется как-то развеять свой образ. Хочется чего-то яркого. Душа требует. И поэтому, почему бы и нет. Я не настолько часто посещаю какие-то мероприятия. А выглядеть ярко хочется. Яркости какой-то хочется. Дело даже не в том, чтобы выглядеть ярко. А в том, что душе моей, как... Я не знаю, как пластырь на рану бактерицидный. Очень хочется какой-то яркости. Она поднимает настроение. Смотришь на себя в зеркало. Уже хочется улыбаться. Уже хочется что-то делать. Даже какой-то, я не знаю, там борщ вкусный приготовить. Уже больше настроение. Уже более как-то вот радостно. Так радостно в душе. Вот. В таком духе. В общем, вот такая вот футболка у меня. Это Валдборис, как я уже сказала. У меня там еще много всяких нарядов. Чуть позже покажу еще один свитер от Тиранова. Дамира. Спортивный костюм показала. Чуть позже покажу еще свитерочек его. Вот. Вот так вот. Видео, как всегда, выходит сумбурно. Выходят и старые декабрьские, ноябрьские. Выходят и новые. Потому что у меня до сих пор отит. Мое ухо до сих пор не прошло. Поэтому слышу я плоховато. Чувствую себя плоховато. Плюс Дамир на больничном. Я ему делаю уколы. Мама меня обучила, как делать уколы. Вот. Поэтому теперь Володя делал мне уколы. Я делаю у Дамира уколы. Потому что Володе было меня жалко делать уколы. Но, как бы, других вариантов не было. А Дамира, он говорит, я не могу. Мне его жалко. Маленькая попочка такая жалко говорит. Мне тоже жалко, но я понимаю, что ему... А кто ему будет еще их делать? Ему они нужны, к сожалению. Он без них на поправку будет еще очень-очень долго идти. И так часто болеем. Вот. Поэтому тут без вариантов. Вот. В общем-то, как-то так. Как-то так. Блин, не могу. Если я сейчас сяду, я потом опять буду в полдня вставать. Вот. Хотя у меня тут стульчик есть. В ванной. Вот. Так. О чем я? О чем я? В общем, я о том, что хочется яркости. И тогда на душе хорошее настроение становится. В пятницу там по птиатру, а в понедельник я иду к ревматологу. Не знаю, что этот визит мне принесет, что мне скажут. Нога моя чувствуется по-разному. Когда прям капец хуже, чем было. Когда такое ощущение, что я прям иду на поправку. По-разному. По-разному. Опять же, зависит от того, сколько я нахожу. Сколько я хожу на этой ноге. Вот. Как-то так. Фух. Гипс мой на той квартире остался. Я не знаю, может, Володя его уже и выкинул. Вот. Гипс я самовольно сняла. Да. Частично мне его срезал Владимир. Частично. Я там, потому что мне удобнее было самой. Потому что Вова у меня ногобольный делал. Он же не чувствует. Так, как это чувствую я. То есть мою кожу. В общем, сама снимала. Помогал. По-другому руководству сама снимала. В общем, как-то так. Хочется яркости. Хочется яркости, чтобы... Хочется яркости, веселья и так далее. Вот. Потому что, я же говорю, мероприятия какие-то в моей жизни не настолько часто происходят. А вот душа требует праздника. Всё. Пока-пока. Потом покажу другие покупки, другую одежду. Ещё что-то. Распаковок не было. По той простой причине, что, как я уже сказала... Как я уже сказала, я тогда лежала с гипсом. И мне было, честно, не до распаковок. У меня был конкретный постельный режим. Мне не до расчесывания волос было, скажем так. А уж тем более и не до распаковок. Вот. Всё. Пока-пока-пока. До новых встреч. Ещё с вами обязательно увидимся в новых видео.